Начну видео с интересного вопроса. Да, вот так прям сразу. И если спросить, какой была первая Windows NT для домашних ПК, то многие ответят Windows XP. А кто-то скажет чуть выше, Windows 2000. И тоже будут правы, ведь если сравнивать её с Windows 9X системами, переустановку которых можно было сравнить с ежеквартальными профилактическими работами на ТВ или своего рода обыденность, то с релизом 2000-ой, ввиду своей надёжности, такая необходимость отпадала, и система могла работать месяцами без переустановки. Но стоит учитывать, что Windows 2000 предназначалась больше для корпоративного сегмента, серверов и опытных пользователей. Для остальных же всё ещё предлагалось Windows 98. В 2000 году всё же выходит продолжение линейки Windows 9X, полностью ориентированной на функции мультимедиа и прочие развлечения. Windows Millennium. Более крутой Windows медиаплеер в комплекте, Windows Movie Maker, Пасьянц Паук, восстановление системы, изначальная реализация Windows File Protection и более быстрый запуск. Всё это... не помогло Windows Millennium стать популярной системой. Ведь за такими нововведениями стояло огромное количество компромиссов и фатальных недочётов. Слишком рано отказались от MS-DOS, заблокировав его режим на этапе завершения работы. DOS ещё был востребован для игр и приложений. Восстановление системы работало некорректно, да и сама операционка могла работать на некоторых ПК неадекватно. На фоне всего этого в Microsoft осознали, что Windows 9X, как основа, безнадёжно и полностью устарело. Нужно предложить пользователям что-то новое, более надёжное, передовое, дружелюбное к юзеру и в то же время полностью отвечающее технической индустрии тех лет. Между Windows 2000 и Windows Millennium затаился один интересный проект, который должен был выйти в 2001 году, и назывался он Windows Neptune. В этом видео мы с Альфа-фаном постараемся выяснить, что это из себя представляет и в чём загадочность этого проекта. Думаю, будет интересно. Присаживайтесь поудобнее, берите что-нибудь к чаю и давайте уж начнём. Первые упоминания данного проекта датируются ещё июлем 1999 года, в ранних сборках Windows Millennium. В системе есть несколько десятков файлов, например, вот этот, содержащий в себе версию 5.0 и принадлежащий к некой Microsoft Neptune Operating System. Изучив документы Microsoft, можно увидеть полное представление о планах кампаний в то время и карточки, посвящённые продуктам со следующей информацией. Общий обзор улучшений, данные в виде редакции, предварительных версий рекламных слоганов и оптимистичные сроки, если погода позволит. Также в этом документе, кроме Neptune, светится ещё несколько связанных проектов с кодовыми именами Астероид и Тритон, со сроками, изменениями и прочей инфой. Дедлайны в документе в большинстве своём никогда не совпадают с дедлайнами в реальной жизни, по различным зависящим и независящим обстоятельствам. Реальность была такова. Проект с кодовым именем Астероид, планируемый к выпуску в апреле 1999 года, не сгорел в атмосфере, а вышел как Windows 2000 и сервис Пок-1 в августе 2000-го. Тритон же вообще остался проектом на бумаге из-за того, что Neptune так и не увидел релиза. Кроме Neptun'ов и прочих объектов Солнечной системы существовал такой проект, как Windows Odyssey. Информации о нём, кроме того, что проект был в разработке, нет. Никаких либо скомпилированных сборок, ни скриншотов, ни упоминаний изменений в документах и того, что это отсылка на фильм «Космическая Диссея 2001». Единственная интересная деталь насчёт данного проекта заключается в версии ядра NT и предназначении системы. Это мог быть NT 6.0, выпущенный для корпоративного сегмента, как продолжение Windows 2000, а сами сотрудники называли данный релиз как «Биг Бэнг» или же «Большой Взрыв». А в другом документе от 2000-го года сотрудники размышляли о будущем и тщательно работали над другой операционкой с кодовым именем Уислер, который позже станет слиянием всех других проектов и дальнейшего выпуска под видом Windows XP. Санта-Барбара какая-то, не так ли? По состоянию на 2024 год в интернете известно только о 14 сборках данного проекта. До массового релиза на публику это не дошло, не сложилось, не получилось, не фартануло. Windows Neptune должен был стать первой операционной системой семейства Windows NT, полностью ориентированной на домашнего пользователя. Если смотреть на внутренние документы Microsoft, то Neptune был своего рода игрой над аббревиатурой NT. Упоминания 12 из них были найдены в ранних сборках Windows Millennium. Но их образов никто не нашел, и неизвестно, были ли они скомпилированы вообще. Единственная доступная сборка под названием 5111 была скомпилирована 10 декабря 1999 года, а в открытый доступ было слито 24 января 2000 года от неравнодушных людей, которые получили каким-то образом копию системы на диске от сотрудника Microsoft. После того, как кража вскрылась, всех причастных осудили за нарушение авторских прав и закон о запрете кражи электроники в США. Вот такая вам ирония. Все же на ней и будет основан весь наш дальнейший рассказ об этой операционке. Также среди списка сборок затаился и один фейковый билд 5056, который всего лишь является обычной переделкой ранее упомянутого 5111 с измененными номерами сборки. Из этого возникает одно предложение. Вот кому-то делать не... Настал момент на это все посмотреть вживую. На реальном ПК. А точнее, на ноутбуке. Этим ноутбуком будет Fujitsu Lifebook FMV 7600. Данный ноутбук был прислан подписчикам Денисом в 2023 году, за что еще раз огромное спасибо. Если вы не знали, то он уже показывался в одном из моих видео, но подробно о нем я не рассказывал. Ноутбук от японской мега-корпорации Fujitsu содержит в себе процессор Intel Pentium 3 Mobile на 700 МГц, 128 МБ оперативки, оснащен жестким диском на 9,5 ГБ и видеокартой AT Rage Mobility на 4 МБ. Из интересных особенностей этого ноутбука могу отметить клавиатуру и отсутствие дисковода. Только floppy привод и два USB порта. С флешек компьютер грузиться не умеет. Даже с flop boot менеджером. В качестве ОС здесь установлено Windows 98 SE. Образ весит 295 МБ. И при открытии Setup.exe мы видим сообщение «Хэй, этот компакт-диск содержит более новые окна, чем есть у тебя на данный момент. Хотите ли вы обновиться?» Нажимая «Да», мы попадаем в программу установки, целиком повторяющую установку двухтысячной винды. Но с одним интересным моментом. Если запустить ее из-под Windows 98, нам предложат установку только чистой копии. Никакого обещанного обновления. А из-под Neptune обновление будет доступно. Но обновляться с Neptune на Neptune, учитывая лишь одну доступную в системе интернет-сборку, это как-то, ну, странно. В остальном же наступает такая же текстовая установка из Windows NT System и вполне красивенькая в плане дизайна ее графическая версия из эпохи 2000. Ключ продукта тут не требуется. Напоминаю, это бета-сборка, не готовая для широкого выпуска. И период работы этой сборки равен 444 дням, после чего активируется тайм-бомба и операционка больше не запустится. К счастью, эта сборка Нептуна живет намного больше, чем комнатная муха. А подписка на канал, в отличие от Concorde от Sony, доступна бесплатно и в любую минуту. Это, безусловно, меня поддержит как автора, ведь вместе всегда интереснее. Также не забывайте поставить лайк этому видео и оставить комментарий. Скажи, что ты думаешь о просмотренном. Установка системы завершена, однако автоматической перезагрузки не будет. Вы должны ознакомиться с итоговым окном установщика и вручную нажать «Готово». Любезно смотрим экран загрузки и, минуя ввод имени пользователя, слышим звук запуска. А почему нам не предложили ввести имя пользователя? Потому что для системы нам нужно представиться. И нет, не по вашему официальному фиву в паспорте, сейчас совершен вход в аккаунт администратора. Оба есть здесь это простое окно от файла joindom.exe с полем ввода имени. Как уже можно заметить, каждое окно здесь содержит ссылку «Комментс», и нажатие на нее предлагает оставить комментарий разработчикам и пройти опрос о дизайне и пользовательском опыте взаимодействия с данным окном. Обычный сбор отзывов – привычное дело для бета-версии Windows тех лет. После создания пользователя нас попросят перезагрузиться. Да, вы не ослышались, и вам это не показалось. Перезагрузиться. А что, могли бы и на изменение движения провода мыши запрашивать перезагрузку? Вдруг ваша PS2-шная мышь отошла? Забота о пользователе – дело такое. Пришло время разобраться с этой системой более детально. Если открыть свойства системы или WinVR, нам твердо и четко скажут, что перед нами Windows 2000. Однако вместо цифр и штампа после номера сборки красуется надпись NTC. Какова расшифровка этой надписи, к сожалению, мне неизвестно. Интерфейсы фона рабочего стола в этой сборке полностью взяты из Windows 2000. Все те же иконки, все та же панель задач, концепция ОН и уже существует почти 30 лет. Несмотря на вполне себе рабочие и красивые концепты интерфейса, тут все, к сожалению, стандартно. Mars. Очередное название из римской мифологии. Не знаю, насколько там классно жить с красными песками и крутыми горами, однако исполняемый файл с этим именем был найден в файлах системы, но конкретное его предназначение в Neptune до конца непонятно. Судя из описания файла Microsoft Mars Communication System, соседнего файла mars.cord.dll и позднего использования в Help & Support для проекта Whistler, он мог быть для чего-то в роли справки, обратной связи или отправки отзыва. Однако здесь есть ярлык File a Bug Report, открывающий движок справки и поддержки из Windows Millennium с разделом отправки оповещения о баге. Другие разделы там пусты, а из-под мини-пуск красуется справка из Windows 2000. В панели управления Windows Neptune появился новый элемент – Windows Identities. Это своего рода заменяет классическое управление пользователями из Windows 2000 и представляет собой HTML апплет для персонализации своего или другого аккаунта. Имя, типы права, аватар и установка пароля. Уже тогда пользователей в системе поделили на четыре типа. Владелец – может вносить изменения в масштабах всей системы и по функционалу был идентичен к группе администраторы. Взрослый – может вносить только стандартные изменения по типу установки ПО или изменения настроек системы. Детский – предназначен для пользователей помладше. Деятельность таких учетных записей строго ограничена по времени работы за компьютером и доступе к интернету. Может контролироваться двумя предыдущими уровнями. Но возможность задать ограничения по времени я там не нашел. Вероятно, это была заготовка на будущее. Гость – этот тип предназначен для временного пользования системой. Доступ к устройству сильно ограничен, и после каждого завершения сеанса все пользовательские настройки, документы и история просмотра удаляются. Позже все это, хоть и в немного другом виде, появилось в Windows XP. Во времена медленных HDD загрузка системы могла доходить до нескольких минут, поэтому уже тогда Microsoft задумалась над ускорением запуска операционки. Как раз-таки в Neptune впервые попробовали это реализовать. Нажатие Power Off не выключает систему полностью, а кидает ядро системы в гибернацию и создает файл boot.img.img размером в 2,5 мегабайта. При следующем включении ПК система загружается за пару секунд. Как-то запахло восьмеркой. Включение данного режима немного опасно для использования такой системы. Оно может превратить Neptune в кирпич. ОБЕ. Первоначальная настройка у Microsoft была еще в эпоху Windows 98. Нет, не такая. А вот нечто подобное. Это чаще встречалось только среди OEM-производителей и их компьютеров. Купили свежий компьютер, сделали первое включение, и, пожалуйста, знакомьтесь с операционкой. В бета-версиях Millennium она претерпела изменения, но к релизу на это подзабили. Это были 9x-системы. Здесь же NT, поэтому Neptune содержал в себе очень сырый вариант, ранее показанный в этом видео. Образ Neptune содержит программу Multidesk, изначально поставляемую с Windows NT 4.0 Resource Kit. Идея о возможности множества рабочих столов, как видно, уже давным-давно блуждала вокруг компании. Задолго до десятки. С появлением быстрого запуска здесь нет понятия выключения. Есть только полное выключение и гибернация. Открыв окно завершения работы, в списке мы видим перезагрузка, выход и гибернация. В то же время на этой сборке гибернация могла работать не на всех ПК, что иронично. Полное выключение доступно только в новом экране приветствия. И, кстати, о нём. Такой экран приветствия, пусть и лёгок в использовании, но абсолютно не интуитивен в плане возможности выключения компьютера. В обычном состоянии будет показываться гибернация с надписью «Выключить компьютер». Зажав Shift, кнопка превратится в перезагрузку. А зажав Ctrl, кнопка станет полным выключением ПК. Может быть, это обычное дело привычки. Всё возможно. Этот экран входа является HTML-приложением, и, судя по списку установленных программ, его можно спокойно удалять. Такой экран повторно возьмут в использовании ещё в нескольких сборках другого проекта. На этом основные отличия заканчиваются. Впереди самое вкусное. Система содержит в себе центры активности. Новый элемент пользовательского интерфейса, который включал в себя отдельные страницы под различные задачи. Сёрфинг интернета, общение, управление документами и развлечения. Центры активности были реализованы с использованием движка интернет-эксплорера и функции ActiveDesktop. На презентации Microsoft 1998 года был показан концепт интерфейса Neptune, где видны эти самые активности. По факту, рабочий стол должен был стать чем-то наподобие интерактивного места, где функции и задачи составлялись и выполнялись с помощью гиперссылок. По умолчанию всё это отключено и недоступно, поскольку файла, отвечающего за работу этой платформы, попросту нет. Но он есть в установочном образе, и называется он вот так. Копируем файл, регистрируем его через командную строку и перезаходим в аккаунт. В настройках ActiveDesktop добавляем страницы из папки Activity и наслаждаемся. И да, не обновляйте интернет-эксплорер в Neptune, а то такие функции будут наповал сломаны. Я вас предупредил. Что можно сказать в итоге? Во-первых, сам Neptune как проект был своего рода черновиком, точно так же, как Odyssey и Triton, оставшиеся только на бумаге и набросках, и как астероид, ставший обычным сервиспаком к Windows 2000. Но все эти проекты, на удивление, имели амбициозные планы и передовые функции, которым на тот момент не суждено было сбыться в релизных версиях. Таким образом, во время изучения информации и собственного тестирования мы наткнулись на множество референсов других продуктов и фич, которые появились намного раньше, чем мы могли себе представить. Первые отголоски .NET Framework 1.0, вышедшего в 2002 году. Быстрый запуск, адекватно дебютировавший в Windows 8. OBE и Prefetch, ускоряющий работу с памятью, как стандарт в XP. Центр активности, как виджеты, интерактивные модерн-UI-плитки и программы. Очередной обгон времени со стороны Microsoft? Хороший вопрос. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях и оставляйте свои мнения. На этом пока все. Ставьте лайк, делитесь этим роликом и подписывайтесь на канал, если вам нравится такой контент и хотите поддержать автора. Ведь вместе интереснее. Огромное тебе спасибо за просмотр и благодарность людям, поддерживающим канал любой своей суммой. До новых встреч, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok